В этой панельной дискуссии мы поговорим о вызовах и препятствиях, с которыми сталкиваются журналисты, активисты и исследователи, когда они работают с государственными порталами открытых данных. В Кыргызстане было запущено много инициатив в этой сфере. В частности, Кыргызстан вступил в партнерство открытой правительства, запускается программа по цифровизации экономики. Этот год объявлен годом развития регионов и цифровизации стран. Как мы услышали на общей дискуссии, в Казахстане также очень неплохая ситуация с открытыми данными. В Узбекистане целых 5000 массивов данных. Мы еще поговорим об этом, насколько удобно ими пользоваться и насколько это правда. Но во всех странах региона ситуация далека от идеальной. В связи с этим, я бы хотела задать вопрос Ане. Мы знаем, что Ваша редакция делала несколько материалов на основе данных. Вы работали над материалами, где анализировали голосование депутатов, судебные решения по уголовным делам. Расскажите, пожалуйста, насколько доступны были данные, с какими проблемами Вы столкнулись при сборе и получении данных? И какова была реакция госорганов? Да, Вы совершенно правы. Мы как раз работали, это две из тех статей, где с данными было все очень сложно. Потому что, несмотря на то, что государство декларирует, что мы идем к открытым данным, мы за открытые данные, но сейчас ситуация не очень хороша. Допустим, для того, чтобы проанализировать, как депутаты голосуют, нам пришлось привлекать программистов, чтобы скрепить сайт и потом уже с помощью них делать собственную базу данных. То есть понятно, что те, кто занимаются данными, они понимают, что любые данные, которые тебе приходится дополнительно обрабатывать, они не считаются открытыми данными. То есть, по сути, эти данные не были открытыми, и нам пришлось их самим добывать. Похожая ситуация была с судами, несмотря на то, что у нас есть специальный сайт, где публикуются все решения и дела всех судов. Должны публиковаться все решения и дела всех судов Кыргызстана. К сожалению, так не происходит. То есть, не все суды, не все судьи публикуют свои решения. И сложность, самая большая сложность была в том, что мы тоже соскрепили эти данные. Но из-за того, что данные загружаются на портал, кому как в голову придет, нет никакой унификации, мы столкнулись с тем, что наша база данных, она очень грязная. И мы потратили очень много времени на то, чтобы ее почистить. Ну и когда ты обращаешься к госорганам для того, чтобы подтвердить свои данные или уточнить свои данные, то зачастую тебе приходится писать запрос, и на который они отвечают, несмотря на то, что ты пишешь, что тебе нужны данные в электронном формате, хотя бы в Excel, несмотря на это, они присылают данные в бумажном варианте. И нам приходится, условно говоря, вручную перебивать эти данные. И, соответственно, опять мы возвращаемся к тому, что эти данные не открыты. То есть, для того, чтобы написать какую-либо статью, нам приходится предполагать очень много усилий для того, чтобы сначала получить данные, а потом их почистить, проанализировать, и не факт, что после этих усилий у нас будет какой-то вывод. То есть, на самом деле, затраты очень по времени и по ресурсам очень большие. Это очень большая проблема. И, то есть, когда мы говорим об открытых данных, и правительство декларирует вот эту идею, ну, я могу из своего опыта сказать, что ни одно министерство или ведомство в Кыргызстане, оно в этом плане не открыто. Ну, конечно, кроме НАТО ТАТКОМ, он предоставляет данные, но тоже там есть какие-то проблемы. Ну, вот, допустим, если мне нужны какие-то там отдельные данные по Минздраву, то или есть НАТО ТАТКОМ, или мне приходится идти и делать заброс. Или, допустим, если мне нужны, вот у нас сейчас появился единый реестр преступлений, насколько вы знаете, то есть сейчас по идее все преступления, ну, точнее, все заявления, которые приходят в милицию, в прокуратуру, в другие силовые органы, они регистрируются в едином реестре. Но пока, допустим, мы как журналисты не имеем доступа к этому реестру, да, чтобы посмотреть, какая динамика, как туда загружаются данные. И, допустим, чтобы узнать там какие-то заявления или возбужденные дела по какой-либо одной статье, нам приходится опять же делать забросы, которые тоже приходят на бумаге. Вот ответ. Спасибо. Спасибо большое. А не могли бы вы уточнить, насколько большие были датасеты, которые вы собирали и составляли, и сколько времени у вас ушло на их сбор данных и составление этих датасетов? Ну вот, по депутатам был, по депутатам и по... Расскажите, в чем заключался материал о депутатах? Материал заключался в том, что мы проанализировали, как депутаты голосуют. Мы собрали все законопроекты там за год и проанализировали, сколько за, сколько против. И мы поняли, что в основном депутаты, они голосуют за. То есть, очень мало оппозиции в парламенте. По сути, получается, что депутаты, они как бы... Ну, им все равно, какие законопроекты там кто-то протащил. Да, они конформисты, да. И вот для того, чтобы проанализировать это все, мы скачали, по-моему, более двух тысяч законопроектов. Вот. Именно акты голосования по этим законопроектам. А база данных судов, если коротко говорить, то мы узнали, что наши суды, они... Если вы, допустим, стали обвиняемым, то, скорее всего, вас посадят. То есть, у нас оправдательных приговоров всего 4%. И для того, чтобы... И в основном оправдывают чиновников и менционеров. Вот. И для того, чтобы вот это все узнать, мы скачали 28 тысяч уголовных дел. Кажется так. Ну, это на самом деле не все данные, потому что мы проанализировали, мы поняли, что очень многие судьи в Кыргызстане, они не загружают свои дела. И это тоже плохо, хотя по закону они обязаны это делать. И то есть, мы не знаем точно, какое количество, допустим, уголовных дел существует. Потому что не все судьи, они загружают свои данные. Сколько времени прошло с вашего первого запроса по одному из ваших материалов до того времени, когда вы могли попустить материал? Ну вот, с депутатами мы запросы не отправляли, потому что мы все соскрепили с сайта. В принципе, у нас был анализ, мы потом уже просто с ними общались, спрашивали, да, какие-то вопросы задавали. А вот по судам нам очень сложно было, потому что мы хотели, ну, так сказать, чекнуть наши данные, которые мы проанализировали. Дополнительно запросили у них данные, и они нам отвечали примерно в течение месяца. И опять же, к счастью, в этом плане нам немножко повезло. Они выслали данные в Word, ну, то есть на почту в электронном варианте, да, то есть, ну, потом бумажные тоже выслали. Но, как бы, это все равно считается неоткрытой данной, потому что нам пришлось вручную их вставлять в Excel и считать и так далее. Вот, и, как бы, запрос долго идет, и, к сожалению, да, данные мы получили, но мы хотели еще позицию от Верховного суда узнать, почему вообще такая ситуация, но они нам так и не ответили. И, ну, как бы, это грустно. Спасибо большое. Представьте, что мы в ситуации, когда данные от государства нам доступны. Да, но в то же время есть ли журналисты, которые умеют работать с этими данными? Ну, вот если коротко говорить, то пока в Калигостане очень мало таких журналистов, потому что это, потому что данные только начали развиваться в нашей стране, да, тоже журналистика как таковая. То есть, насколько я помню, школа данных, она существует около двух лет, и они как раз вот такие флагманы, да, продвигают вот эту идею открытых данных. Ну, вот есть, были какие-то стимуляционные программы, через которые как раз журналистов обучили работать с данными, но это тоже единицы. Вот, и сейчас, допустим, я могу сказать, что очень мало людей, именно в журналистике, они умеют работать с данными, они хотя бы, то есть, типа, вот знаете, вот в английском есть такое там A, B, C, да, уровень. То есть, может быть, мы на минус A, ну, я не знаю. Ну, как бы, очень часто сейчас я вижу даже новостные статьи, когда, там, допустим, Настаком или какие-то другие госорганы, они выпускают какие-то пресс-релизы с цифрами, я вижу, что журналисты даже вот два плюс два не сложили, ну, то есть, как бы, откровенные ошибки видны, и это, как бы, удручает. Спасибо большое. Я хотела дополнить. Дело в том, что мы позавчера принимали экзамен по дата журналистики в Американском университете, и я поняла, что проблема развития дата журналистики в том, что мы очень большой упор делаем на техническую часть, то есть, мы учим скрепить, да, данные, мы учим их находить, мы рассказываем о форматах данных, но вся проблема студентов, которые, вот, представляли свои работы, была в том, что они вообще не знают, что такое журналистика, что должно, что такое стори, вот это стори, да, не могут ставить гипотезы, не могут анализировать логически, смотреть какие-то логические умозавключения, смотреть на тенденции, да, и вот, мне кажется, вот в нашем обучении, да, до журналистики нельзя упускать эту важную часть, база, да, принципов аналитического и критического использования информации, да, процессами, и вся проблема была в том, что они берут данные с настоткома, делают инфографику и считают, что это и есть дата журналистика, я им объясняю, что это базовая визуализация данных, что здесь нет журналистики, и это проблема со всеми, да, не только дата, то есть, вот это очень важно не упускать. Спасибо большое, Куаныш. Да, спасибо. Хотел бы дополнить, потому что, на самом деле, это очень сложная дисциплина, и которая требует больших навыков, это, дата журналист, с моей точки зрения, должен быть как сороконошек, который может сначала, во-первых, собрать данные, во-вторых, обработать данные, ну, изначально я должен выдвинуть гипотезу, потом под эту гипотезу должен собрать данные, проанализировать данные, визуализировать данные, и это всё потом он должен написать, расписать понятным языком, заинтересовать читателя. Это, на самом деле, очень-очень сложно, это несколько специальностей в одной специальности, поэтому такие проблемы, и в Казахстане это тоже такая проблема с отсутствием качественных кадров. У нас Дельфуза тоже хочет дополнить, но я думаю, что мы можем сразу перейти к вопросу, к Дельфузе, который, кстати, тоже касается журналистики данных. Дельфуза — журналистка-исследовательница из Узбекистана. Расскажите, пожалуйста, как вообще стоит ситуация со СССР в Узбекистане? И мы услышали на общей дискуссии о том, что у вас есть очень много данных, которыми могут пользоваться журналисты. Действительно ли это так? Есть ли какие-то примеры использования данных у журналистских материалов? Для начала я хочу дополнить ответ по нашей дискуссии. В Узбекистане тоже дата журналистика только-только пока свои ростки, а, к сожалению, у нас нет никакой школы данных для журналистов, и в основном журналисты учатся на краткосрочных каких-то тренингах в рамках проектов. Поэтому их визуализацию, их имплементацию в СМИ можно увидеть в некоторых онлайн-ресурсах, как газета УЗ, спот УЗ, еще есть некоторые ресурсы, где можно посмотреть некоторую практику даты журналистики, и то у них нет масштабного такого анализа сравнительно, потому что в самих ресурсах по дата мы не можем увидеть сравнительный какой-то анализ, ни компоненты, откуда были взяты вот эти вот данные. Для начала я хотела бы показать вам визуальную карту даты в Узбекистане. Можете подключить инфографику, пожалуйста. Да, у нас как бы есть дата, она в очень масштабном объеме. Гипотеза такая, что даты создают люди, и так как Узбекистан самая населенная страна в Центральной Астрии, соответственно, должно быть много даты, потому что нас много. Но насколько она полезна в журналистской практике? Давайте посмотрим. Главный ресурс выступает, это вот data.go.us, основанный в 2015 году. Как бы источников даты, которые сегодня обсуждалось много раз, множественно. Ресурс он на узбекской и русских языках. Там представлены большое количество ведомств, организаций, министерств. Это 131. Дата обновления этой информации, она вообще как бы не показывается. Только просмотрев, проскровив всю эту информацию, мы можем узнать, актуальная ли она или старая. Потому что в основном в этих контентах информация относится к 2016-2017 годам. И смотрите, вот так интересный фактор. Сайт сам выводит актуальность запрашиваемых информаций. В первую очередь это курс валют, который никакого отношения не имеет в основном в журналистике. И потом ставка рефинансирования. Это чаще всего для бизнеса частного сектора. Далее идут бюджетные какие-то показатели для фарпредприятий. Опять-таки частный сектор. И только потом демографическая какая-то информация, она может быть полезна для СМИ. И цель использования этого ресурса. 47% это ознакомление с госорганами, с их структурой. Потому что в этих датаресурсах информация идет по части статистическая. Когда там представлены номера телефонов, руководительные органы, часы приема и такая статистическая информация. А далее уже по части анализа. Там отсутствует анализ, отсутствует сравнительные какие-то данные. И остальные показатели этого для исследований, для научных, справочной информации, создания веб-ресурса. Вот так вот идет. Второй ресурс это приемная нашего президента. Это был большой рывок вообще по налаживанию контакта с обратной аудиторией, как с представителями СМИ, с ННО и обычными гражданами нашей страны в 2016 году. И до сегодняшнего дня можно увидеть, что почти 3 миллиона поступлений с запросом информации, лишением разных проблем. Но я хочу учесть этот ресурс как сам источник для дата анализа. Потому что мы на основе этого источника можем узнать актуальные проблемы нашего общества. Какие проблемы могут решиться за какой-то краткий срок. Какие-то проблемы требуют большого вмешательства, каких-то правовых регулирований или еще каких-то мер специальных. И там обработка вашего запроса. Вы как журналист или представитель СМИ можете обратиться. Идет максимально за 3 дня. И вот здесь вот в диаграмме мы можем посмотреть, что почти 150 ведомств, организаций, министерств тоже представлены в этом портале. Вы можете напрямую связаться с ними, отправить ваш опрос. Остальные 2 ресурса по анализу дата журналистики для представителей СМИ. Это опять-таки Stat.us. Наш сайт. Это самый главный ресурс статистики данных на сегодняшний день. Но там тоже можно увидеть, что основной контент относится к 2017-2018 годам. И четвертый ресурс это все-таки веб-сайты всех министерств и пиар-отделение всех ведомств и ресурсов, которые очень открыто на сегодняшний день общаются с представителями СМИ и ННО, где они сами заинтересованы в представленности веб, в онлайн-платформе и в СМИ о деятельности своей компании. Поэтому с радостью могут представить информацию. Также хочу отметить, что у Узбекистана осуществляется ежегодный индекс открытости наших госорганов. То есть это сама по себе принуждает быть как бы веб-презентед и выставлять свои данные. И в последнее время Министерство здравоохранения, Налоговый комитет и Центральный банк лидирующие позиции занимают. Насчет проблем, это, конечно же, как и во всей Центральной Азии, отсутствие актуальных данных. Формат у нас тоже нечитабельный. Есть в PDF-борд форматы, которые не совсем удобны для сравнительного анализа. Отсутствие, конечно же, компетентности представителей СМИ использования этих данных. И отсутствие заинтересованности топ-менеджеров СМИ, которые не так уж и до сегодняшнего дня оценивают наличие дата анализа, дата журналистов, дата расследований для контента своих средств массовой информации. Спасибо. Я вот хотела как раз дополнить последний тезис по поводу редакторов. Потому что, к примеру, когда мы обучились анализу данных, мы создали свои статьи, но, к сожалению, наши редакторы, у них нет возможности учиться. И они могли вычитать только наш текст, то, как мы рассказали историю, то, как мы вкрапили эти данные в эту историю. Но, к сожалению, у них нет компетенции для того, чтобы проверить эти данные. И за счет того, что они сами не крутятся в этом во всем, не знают, как сложно добывать данные, не знают, как вообще с этим работать, из-за этого нет какого-то сильного желания продвигать журналистику данных в редакциях. Потому что, если условно говорить про редакцию, то редакции нужно ежедневно выпускать какой-то контент для того, чтобы была посещаемость. А на даты статьи уходит достаточно много времени. И человек, который этим занимается, он должен заниматься только этим. И редакции сейчас на нынешнем этапе, они пока не могут себе позволить создавать отдельные дата-отделы, которые занимаются непосредственно только анализом данных, расследованиями, основанными на данных и так далее. Когда вам все-таки удается писать статьи, основанные на данных, можете ли вы оценить популярность этих статей? Ну, чтобы написать статьи, основанные на данных, я ушла в отпуск почти на год. Да, они очень популярны, потому что таким образом мы не верем читателю, мы доказываем, что вот у нас ситуация плохая. И цифры об этом говорят. И все статьи, которые мы написали по данным, они все были очень успешными. Они очень хорошие охваты мили. Их очень много шерили в Фейсбуке, было очень много вовлеченности аудитории. И потом они вышли на международный уровень. То есть две статьи, они были замечены международными НГО, которые занимаются развитием журналистики. То есть я считаю, что это очень успешные статьи. И они, понимаете, они не единоразовые, не долгосрочные. То есть анализ по судам, где мы говорим, что у нас 4% оправдательных приговоров, но я не думаю, что в следующем году ситуация изменится или через год. Ее можно снова постить, снова публиковать и так далее. Возвращаясь к вопросу в Дельфузе о потенциале журналистов. Есть ли в Узбекистане пример журналистского расследования, основанного на данных? Скажем так, возможно, на какой-то большой базе данных? Или на какой-то открытой базе данных? Что-то приходит на ум? Ну, материалы на основе биг-дата анализа я, честно, припомнить не могу. Но есть какие-то examples обычного как бы дата расследования, дата журналистики. И в основном они относятся вот к конец прошлого года. В этом году начали активно журналисты как-то обращаться, хотя бы визуализировать, как Вы говорили, данные, показать красиво, чтобы удобно было для чтения и для понимания. А замечаете ли Вы, есть ли какая-то кооперация, например, между журналистами, аналитиками, программистами? Есть ли какая-то тенденция в этом отношении? Потому что в Кыргызстане мы это видим. То есть, в особенности в последнем году у нас сформировалось довольно-таки тесное дат сообщества, когда журналисты, аналитики данных, программисты и люди, которые занимаются визуализацией, они формируют такие хорошие команды. И, наверное, это один из таких хороших залогов для хорошего материала. Есть ли какая-то такая тенденция в Узбекистане? Эта тенденция есть, но она чаще всего реализуется в рамках редакции. Опять-таки, приведу пример с газеты Уз, Спот Уз. Вот эти вот ресурсы, они, можно увидеть хорошие примеры, расследовательные журналистики, анализы. Они имеют хороших профессионалов. Во-первых, это контент-менеджеры, журналисты. У них есть хорошие IT-специалисты для визуализации, для анализа этих данных. И совместно они работают. Но что так, типа корпораций, мини-групп, такого нет. Недавно опубликовали, можно сказать, первый лонгрид совместный, созданный с группой творческой между Таджикистаном и Узбекистаном. Это был хороший пример кооперации на международном даже уровне. И, можно сказать, первый хороший лонгрид вообще в наших СМИ, наверное. О чем? Это вот именно про сотрудничество с Таджикистаном. Есть у нас, знаете, такая очень болезненная тема насчет алюминиевого завода. Там был специально организован инфотур. И журналисты сами видели, что этот завод имеет несколько эко-сертификатов, что, скорее всего, дезинформация влияла на некий негативный окрасок по отношению этой страны, и введению политики, и всех вот этих вот нюансов. И журналисты сами совместно смогли раскрыть между собой, насколько мы дружные, родственные и близкие друг к другу. Вообще и в целях, и в будущем. Прекрасно. Пользуясь случаем, что вы из Казахстана, и своей возможностью модератора, я не могу у вас не спросить. Учитывая те негативные тенденции, которые в последние дни мы в Казахстане наблюдаем, связанные с арестами, с ограничением свободы слова, можете ли вы рассказать, вот как на текущий момент вообще обстоит ситуация с доступностью к информации в Казахстане в целом, скажем так. И в том числе более подробно, может быть, рассказать о каких-то кейсах и проблемах, которыми сталкиваются исследователи, аналитики и журналисты при использовании той информации, которая имеется. Спасибо за вопрос. Вообще, что касается открытых данных, сначала я отвечу на вопрос, потом, в общем, картину по открытым данным. Кейс очень показательный, хороший пример. Есть у нас общественная организация «Правовой медиа-центр», который проводит ежегодные исследования, на что, какие СМИ получают от государства деньги. Потому что у нас очень большая доля госзаказа в СМИ. То есть практически все СМИ живут на госденьги. Они ежегодно проводят такой анализ, публикуют его для общественности. И у них никогда с этим не возникала проблема. Они отправляют запросы в министерство. Министерство отвечает, особенно в измеренных средствах и так далее. Но в 2018 году министерство отказало. Как я говорил ранее, есть закон о доступе к информации, согласно которому госорган должен отвечать в течение пяти рабочих дней. Сейчас уже пяти рабочих дней. Госорган отказал в предоставлении информации такой, потом сослался на то, что эта информация для служебного пользования. Министр издал указ на уровне своего министерства, что эта информация является для служебного пользования. И все. То есть этот приказ, получается, стал выше, чем закон о доступе к информации. Парадокс в том, что все знают, куда направляются эти деньги. Есть аудиторские отчеты этих компаний, потому что они акционерное общество. Но даже в таком случае, не знаю, с чем это связано, эта организация пошла в суд. Проиграла все инстанции. Вот недавно Конституционный суд. Теперь пытаются идти в Комитет по правам человека ООН. Но проблема... Комитет ООН дает только рекомендации. Он не может законодательно сказать Казахстану, чтобы он дал эти данные. Он может только рекомендовать. И это, на мой взгляд, очень сильный и хороший кейс, который характеризует, какая ситуация у нас в Казахстане. С этим данным закон есть. Он как бы действует, но как бы не действует. И это очень плохой прецедент к тому, что теперь на любой запрос каждое министерство будет отвечать так же. То есть это хороший повод для другого министра сейчас тоже засекретить информацию и не дать исследователю для совершения какого-то анализа. Мы, в свою очередь, постоянно пользуемся запросами. Теперь вернусь, если можно, к порталу. Как я говорил в своем первом выступлении, у нас есть портал открытых данных, на котором собрано более трех тысяч датасетов. Что... Пользуемся ли мы этим порталом? Нет. Я скажу, что... Я представляю общественную финансу, которая занимается вопросами бюджетной прозрачности и открытости. И, например, мне легче пойти на сайт министерства финансов и достать информацию оттуда, потому что информация там, она обновляется чаще и в более понятной форме. Приведу пример. Я перед этой конференцией специально зашел на сайт портала открытых данных, открыл первый датасет, который мне вышел. Этот датасет называется «Улицы города Нур-Султан». Я скачал, ну, есть возможность скачать в разных форматах, я скачал в формате Excel, скачал, открыл, а там информация про ремонт 21 улицы в 2019 году. То есть формально они выполнили свое качество. Это пример того, что часто у нас можно заметить формализм. То есть мы делаем для того, чтобы нужно сделать. Сделали портал, вот эта классная вещь, она позволит нам в рейтинге быть выше Кыргстана, например. Мы соревнуемся, но если реально думать о людях, то качество страдает, и не всегда можно получить даже информацию, которая публикуется. Дальше хотел бы сказать, что несмотря на это, портал, на самом деле, вот если его открыть, на первой среде написано «Мы делаем этот портал вместе с гражданами». И с этой точки зрения они открыты к диалогу, к тому, чтобы если человеку, исследованию нужен какой-то датасет, какие-то данные, они готовы его предоставить. Есть две возможности. Первая возможность – это можно попросить, если ты видишь, что данные не обновлены, тебе нужны обновленные данные, ты оставляешь на сайте запрос на обновление данных. Я не обязан на него ответить. Второй случай, когда данных вообще нет. Ты тоже через сайт, через этот портал оставляешь заявку на получение данных. Я проанализировал. Портал работает с 2016 года. За три года на портале 60 запросов на обновление данных и 50 запросов на получение данных. Мне кажется, это очень мало для трех тысяч датасетов. И если я посмотрел ответы на запросы данных, в основном это отписки о том, что работа ведется, будет появиться позже. Работа ведется, появится позже. Мы на стадии разработок и так далее. Процесс это просто по улицам города. Я в процессе, да. Усиленно готовился к конференции, как только закончим. Так, что мы делаем? Например, у нас единый портал госзакупок есть. И вот про госзакупки у нас самая читаемая новость на самом деле. И портал позволяет выгружать данные, мы не читаем в формате. И мой коллега делает серию материалов про анализ госзакупок. Есть четыре реестра, жалоб, договоров, разные-разные. Можно анализировать с разных точек зрения. И я хотел бы сказать, что есть такой ресурс у нас. То есть, но сам процесс, например, даже. Я, например, провожу анализ открытости госзакупок в Казахстане. Есть такой индекс IDFI, открытость системы госзакупок в разных странах. Я провожу анализ. И мы снизили балл Казахстану за открытость только потому, что, чтобы получить доступ к порталу госзакупок, все данные открыты в машиночленном формате, в JSON. Но чтобы получить доступ, чтобы получить ключ, API, нужно написать, направить бумажную версию заявления в Министерство финансов. Очень открытые данные. Нужно написать, ну, именно отправить бумажную версию. То есть, даже если ты в другом городе живешь, ты должен физически приехать или передать и отнести туда заявление, указать цель, и они предоставляют этот ключ. Факт в том, что поступило 29 заявок, все 29 положительно одобрены. И непонятно, для чего это делается. Чтобы следить за вами. Но бумажный носитель, не знаю, чтобы осваивать бюджет там по этому. То есть, много бумаги, видимо, у нас в Казахстане. Это правда, у вас, вам до сих пор миграционные карточки раздаются на гранит. Вот, и я хотел рассказать про один ресурс, который был создан. Это коммерческий ресурс, который анализирует портал госзакупок для бизнеса. Они, изначально они совместно с правоохранительными органами, то есть правоохранительные органы к ним обратились, они соединили 42 базы данных. У нас, на самом деле, говорят в других странах, у нас много оцифрованных министерств, и есть базы по, например, базы договоров, юридические договора купли-продажи квартиры. Есть договора, но они закрыты. То есть, они есть у кого правоохранительных органов. Есть базы транспорта, у нас есть «Казахстан-Тимир-Жилой», это национальный оператор типа РЖД российского. Да, они дают базу правоохранительным органам по, кто в каком купе ехал. То есть, правоохранительные органы дают этой компании полностью свои датасеты, там 42 штуки, и эта компания анализирует, то есть, у нее система своей, они разработали систему флажков, красных флажков, анализируют риски в системе госзакупок. Например, они могут понять родство. То есть, если два человека ехали в одном купе когда-то, и у них, они собственники двух разных компаний, которые участвуют в одном тендере, то у них загорается флажок о том, что рискованная какая-то закупка проходит. Но это закрытый ресурс, который недоступен. Мы, со своей точки зрения, так как есть JSON-формат API, мы пытаемся анализировать и выдавать какие-то материалы на основе госзакупок. И эти материалы очень... Потому что у нас закупок много, более 25 тысяч поставщиков, более 6 тысяч администраторов бюджетных программ. И очень легко находятся информации. И вот так ты провел анализ, в течение часа можно найти, накопать, что, например, у нас системы, схемы там разные были, заключается изначальный договор, стандартная процедура, на закупок компьютеров, то есть одного компьютера. Понятное дело, что нормальная компания не будет париться, участвовать в закупках, для того, чтобы поставить один компьютер. Потому что сам процесс закупок сложный, и нужно собрать документы, пойти в банк, сделать гарантию и так далее. С одного компьютера столько не заработаешь, чтобы вот это все мучиться. Выигрывает одна компания, потом по течении определенного времени, 2-3 месяца, заключается новое, заключается доп. соглашение с этой компанией на поставку 10 тысяч компьютеров. На очень хорошие деньги. И таких примеров очень много, и они очень быстро выявляются. У нас вышло пару материалов, но факт в том, что они вышли, они были резонансными, но... Это были материалы в СМИ? Или вот у меня вопрос? Это материалы в основном в Фейсбуке публикуются. То есть вот этот материал, который я сказал, это сделал на самом деле как госслужащий, но он проявил такую гражданскую инициативу, ему стало интересно. Он воспользовался программой, о которой я говорил. Они ему предоставили такой доступ, выгрузили данные, и он опубликал это в Фейсбуке. Чтобы в результате этого ему ответили, что все в рамках закона, мы ничего не можем сделать. Но благо то, что после этого законодательство изменилось, начиная с этого года, например, такие домсоглашения уже нельзя заключать. Недавно был скандал. Тоже один журналист в Караганде обнаружил то, что комитет внутренней политики города Караганды и закупает четыре салабжерезок. И задал вопрос в Фейсбуке, интересно, для чего? И ему официально ответили, что это было в преддверии 8 марта. Что это для матерей-одиночки, многодетных матерей, это было запланировано, и мы реально собираемся дарить лапшерезки там в районе. Спасибо большое. Аня, вы хотели что-то дополнить? Или после лапшерезок уже просто нечего сказать? Хорошо, тогда мы... На самом деле, очень интересно было послушать стороны журналистов, аналитиков, все их перипетии, с которыми они сталкиваются. И мне бы хотелось вот к Гульнуре обратиться, потому что, Гульнура, я так понимаю, что вы какое-то вот такое связующее звено между гражданским обществом и правительством. в свое время вы были консультанткой правительства по вопросам политики открытых данных и по вопросам вступления в коалицию открытого правительства. А сейчас вы как бы на нашей стороне гражданского общества, развиваете журналистику данных у нас в стране. У меня такой вопрос, исходя из того, что мы видим и то, что мы говорили на общей панельной дискуссии, сегодня представители госорганов у нас были премьер, Кыргызстан декларирует действительно очень много приверженности принципам политики открытых данных, открытого правительства, но исходя из того, что мы наблюдаем в конкретных практических кейсах, как это происходит, на земле, до сих пор наши данные, они на самом деле не открыты, они, наверное, даже не приоткрыты, вот где-то, если по уровням говорить, на минус первом уровне. Вот можете ли вы дать оценку, вообще, насколько у нас в стране недооценивается что ли потенциал, насколько это важно быть открытыми в борьбе с коррупцией, в принятии эффективных решений каких-то на уровне политики, и вот как как вообще наши госорганы, есть у них реальное понимание того, что это нужно в первую очередь им? Хороший вопрос. Я на личном примере расскажу. В 2015 году работала с премьер-министром Джумартом Мотурбаевым, и так получилось, тоже была советником по открытым данным, работала со всемирным банком, и в прошлом году советником Сапара Исакова, и как раз была инициатором этого процесса вступления в ОДЖП, и координировала рабочую группу правительственную по открытию, по открытию данных, и страшный секрет я вам открою, это то, что на самом деле там, в правительстве, никто не понимает, что такое открытые данные, никто не понимает, почему мы должны ими заниматься, и если бы спросили бы утром тоже примеры, чем отличаются открытые от закрытых, наверное, вы тоже удивились, и потенциала самого вообще в государственных органах нет, и поэтому очень сложно вообще заниматься адвокатированием, и у меня как бы каждая вот эта заседания, каждая конференция и так далее с участием в госорганах очень много сил отнимало, чтобы просто доказать, что это нужно, в конце они говорили, ну вот тяжело с Гульнурой, наверное, надо сделать, и какие упущенные возможности, что пытались мы донести, дело в том, что были несколько руководителей госорганов, которые просто спрашивали иногда, почему мы должны строить школу именно в этом районе, и сам decision making, он вообще не основан на дата-анализе, нет специалистов госоргана, тогда они могли бы как бы опираться на помощь бизнеса, гражданского общества и журналистов, и просто открыть данные, журналисты бы, аналитики, сами дали бы им такие evidence-based решения о том, где нужно строить школу, и обычная карта, которая бы показала, что в одном районе школ слишком много, а в другом районе их вообще нет, изменила бы полностью принятие решения, и помогло бы детям там. Другой вопрос, наверное, вы тоже заметили, что в Бишкеке одни и те же дороги делают. И вот хорошо было бы просто, когда я работала с двумя премьер-министрами, основной их запрос дайте мне аналитическую записку о том, как принимать решения. И вот эта аналитическая записка, она основывается только на мнении какого-то эксперта в отдельном отделе. То есть там нет аналитика, который сравнит данные, скажет, слушайте, вы эту дорогу уже строили три раза? Может быть перейдем на другой район? Дальше все заметили проблему уже серьезное насилие над детьми в Кыргызстане. По последним подсчетам не менее восьми детей погибло, погибло, не просто пострадало от рук родственников жестокого насилия. и я тоже предлагала просто Минсоцразвитие сделать обычную интерактивную карту, которая описает все семьи, находящиеся в риске дети, с возможностью соцработникам отмечать их посещение, с возможностью Министерству труда, отделу миграции отмечать, кто находится в миграции, насколько бы упростился процесс принятия решений, насколько бы сократился вся эта волна насилия над детьми, если бы у правительства просто была эта информация о том, что вот здесь не посещали, надо сходить, вот здесь учитель не разговаривал с детьми, вот здесь оба родителя миграции, нужно больше внимания, да, и так далее. То же самое по гендерной статистике. Дальше, сейчас у нас идет, как вы заметили, страшная борьба с коррупцией, да, вот в этой страшной борьбе без коррупции самый хороший инструмент это открывать данные, потому что ничего другого не окажет такого эффекта, как открытые данные. Журналисты сами справятся со всем. Единственное, что нужно это реагировать, да, и они сами найдут и коррупцию в финансовой сфере, и в социальной сфере, и так далее. Дальше, по возможностям упущенным, да, государством, дело в том, что не открывая данные, мы лишаем возможность бизнеса создать те продукты, которые государство создает. И в этом смысле на самом деле вот наши госчиновники, да, нанимают иногда там сто айтишников, которые создают эти продукты. Просто откройте данные, и все независимые бизнес-компании сделают вам приложение, да, по транспорту в Бешкеке, сделают приложение по очень многим моментам. Когда в 2014 году я начала анализировать данные по экспорту образования в Кыргызстане, то сколько у нас иностранных студентов. Обычные данные, которые должны быть на сайте открытого портала. Сколько у нас студентов, сколько из них иностранных. И оказалось, что для государства очень как бы это большой лежит потенциал в том, чтобы привлекать иностранных студентов и зарабатывать. И при этом вся политика государства может измениться на то, чтобы перестать насиловать наших несчастных индийских студентов, забирать их паспорта, проверять, унижать. Что это на самом деле огромный ресурс экономический для страны. студенты из Индии и Пакистана, которые здесь обучаются. Что надо заниматься медицинским учреждением. Таких очень много примеров. Наверное, сейчас вы особенно заметили, что принятие решения стало реактивным. То есть общество возмущается, отменяется решение. Общество возмущается, отменяется решение. Такого нету, что давайте проанализируем решение, с обществом обсудим и потом примем решение. Тот же уран. Правительство может дать, мне очень нравится это evidence-based урожение, почему они, например, хотят разрабатывать уран. Пусть они нам приведут данные с туризмом. Или пусть они просто все это откроют, и мы сами все им проанализируем, что выгоднее, добывать уран или заниматься туризмом. по материнской смертности то же самое. Я когда училась в Лондоне, я запросила информацию в НХС Лондон о том, сколько у них женщин погибло при родах. И они мне сказали, смотрите портал открытых данных и не загружайте нас своими запросами. все есть, я опять пишу, а за 10 лет, за 10 лет, а за 20 лет, за 20 лет. Просто не мешайте нам. Насколько сильно сокращается количество сотрудников госоргана, которые должны отвечать на запросы в СМИ и общественные. Максимально. То есть мы содержим зарплаты, которые можно оцифровать на один раз и навсегда. И не содержать людей, которые отвечают за это. Для меня, конечно, к удивлению оказалось, что за 10 лет в Великобритании ни одна женщина не погибла в природах. И я начала искать причины, хотела узнать в Кыргызстане. Это очень легко проанализировать по открытым данным. Причины смерти в природах и разные данные. И здесь, конечно, Минздрав может уже сделать новую политику, которая была бы, например, больше нацелена на информирование женщин о последствиях недосмотра, к примеру. Если это главная причина. Или если это причина анимия, тогда вся государственная машина разворачивается на то, чтобы женщины пили больше витаминов, железов и так далее. То есть упущенных возможностей очень много. И это экономические, и это последствия для здоровья нации, для здоровья детей. Это упущенные возможности для того, чтобы экономить государственные средства и направлять их на более полезные вещи. Вот эти, конечно, в адвокационных у нас сегодня в Кыргызстане очень мало адвокаций по опендейте. Практически нет. То есть у нас есть школа данных отличная, у нас есть тренинги для журналистов, для НПО и так далее. Но адвокацию очень мало. Но эту информацию надо донести вот этот ивент, почему мне очень нравится, что много собралось тоже исследователей, представители госорганов, до которых нужно донести эту мысль и без адвокации тоже мы далеко не продвинемся. Я слышу много, да? Нет, вы говорите прекрасно. Можно я дополнить? На самом деле я... Да, да. Я тоже хочу дополнить Гульную, я с ней полностью согласна, со всеми ее тезисами. Просто когда мы говорим об открытых данных, я отправляю запрос в Верховный суд, они мне говорят придите, заберите свой ответ. Я прихожу и я вижу кабинет, где сидят четыре человека, которые занимаются тем, что они просто берут ответы, вкладывают их в конверты и отправляют каким-то другим госорганам, может быть, другим журналистам. Когда я это увидела, я подумала, что это полнейший бред и абсурд, потому что ну не должны люди заниматься такой работой. В общем-то они могли мне ответить по электронной почте, и это заняло бы у них намного меньше времени, они бы не тратили деньги на конверт, они бы не тратили деньги на то, чтобы распечатать свой ответ, а ответ был в том, что ой, мы перенаправили ваш ответ, перенаправили ваш запрос в другой госорган. То есть у меня было столько возмущения и я понимаю, что в каждом госоргане наверное есть такой отдел, где люди занимаются тем, что просто складывают отдел писем. Ну, у меня вообще возмущений очень много по этому поводу, потому что можно все автоматизировать, электронизировать, цифровизировать и что-то с этим сделать, но не тратить деньги на то, чтобы содержать сотрудника, который просто бумажку, блин, в конфет складывает. Я просто хотел удавить, как в Казахстане у нас это проходит, у нас все это автоматизировано, к счастью. У нас есть электронная цифровая подпись, есть портал правительства для граждан, через этот портал отправляешь запрос, прикрепляешь свой запрос в формате Word, PDF и так далее, отправляешь, они, подписываешь электронной цифровой подписью, они принимают, регистрируют это письмо и отвечают в течение 14 дней. Можно я добавлю еще, здесь есть представители непротивственных организаций международных, вот, к ним хотела обратиться, дело в том, что у них тоже большие массивы данных, которые у них на полочках лежат, в инбоксах пылятся, огромные, дорогущие исследования, которые они делают и не оцифровывают данные для журналистов, для бизнеса и так далее. Это огромный пласт гендерной статистики в Кыргызстане, в инбоксах гендерных организаций, это огромный пласт вот этих по госуправлению материалов и так далее. То есть, их тоже, это тоже задача и тоже ответственность неправительственных организаций. Я знаю, что, например, на глобальном уровне ЮЭН, он имеет большой портал открытых данных, World Bank имеет, но таких организаций тоже много и это тоже эффективность траты денег на такие исследования, которые вообще не оцифрованы. И сегодня неправительственная организация, пожародная организация, у них мало понимания того, что все эти материалы должны тоже быть представлены в формате открытых данных для общественности. И иногда мы тоже большие требования выдвигаем государство, хотя здесь больше возможностей. И я бы призвала их для сотрудничества с государством, чтобы их открывать. Например, очень много социальных проектов сегодня нацеленных на помощь людям с инвалидностью. Люди с инвалидностью у нас была идея правительства, прекрасно бы справились с большими массивами данных в оцифровке. И это и социальный компонент, и это очень важно для страны иметь эти данные. То есть подумайте тоже о проектах, которые бы реально принесли пользу в открытых данных. Сегодня это очень малое количество стейкхолдеров заинтересованных. На самом деле Гульнура, большое спасибо за этот комментарий. и я очень поддерживаю Гульнуру в том, что если здесь действительно есть представители международных организаций, это на самом деле есть даже вот эти огромное количество отчетов, которые не нужно оцифровывать, потому что изначально они сопровождаются датасетами. Просто сопровождайте свой отчет, дополнительная публикация этих открытых данных. И на самом деле на сайте, например, то же самое ООН-система нашей местной, ПРООН или каких-то другие, эти отчеты есть, но сопроводительных никаких данных нет. Так что спасибо. У нас просто мега дискуссия получилась настолько захватывающая, что у нас немножко времени осталось на вопросы из зала. С удовольствием послушаем ваши вопросы. Пожалуйста, Наталья. Здравствуйте, меня зовут Наталья, я редактор сайта Кваразия, мы работаем по Центральной Азии. И вот у меня вопрос к Куанышу. Вы говорили о том, что у вас можно направить запрос через единый портал. Подскажите вообще насколько это реально работает для граждан Кыргызстана. Потому что я столкнулась с тем, что в Узбекистане у них тоже есть этот портал, где можно направить свой запрос, но как гражданин Кыргызстана я это сделать не могу чисто технически. То есть чисто технически он не отправляет. Как это работает в Казахстане? И вот если, я не знаю, может быть, в зале есть представители Узбекистана, расскажите, как вы сотрудничаете с вашими госорганами, потому что мы столкнулись с тем, что это очень и очень проблематично, и они просто не дают никаких цифр, никаких данных, и найти их очень сложно. Может быть, у вас есть какие-то, я не знаю, лайфхаки. Извините, правильно ли я понимаю, как гражданин Кыргызстана направит запрос в госорган Казахстан? Ну вот смотрите, допустим, в системе Узбекистана я не могу отправить, потому что он требует номер телефона Узбекистана, то есть, чтобы подтвердить, как гражданин Кыргызстана, я это не могу сделать технически. То есть, как у вас работает система в Казахстане? Вы не сможете тоже технически сделать, потому что надо подписать свой запрос электронной цифровой подписью. То есть, получается, как гражданину Кыргызстана запрос мне только вот отправлять, я не знаю, в письменной форме. Понятно. Я хочу добавить, что у нас тоже есть такой портал, как там Кейджи называется, и там можно отправлять запросы фактически к всем госорганам Кыргызстана. Я пользовалась этим порталом, но ответ всегда приходит тоже в бумажном виде и как бы все плохо. Денабиль, юрист. Просто хотел ответить на вопрос, что согласно закону вы должны в самом письме указать, чтобы вам на e-mail отправили. Я указываю всегда. Тогда требуйте, чтобы указать. Потому что мы в 2015 году, когда Катар, я не помню, 15-й год или 14-й год, когда Катар только начал запускаться, мы отправили во все госорганы подряд где-то по 3-4 письма, в общем, 100 письма отправили, одинаковый текст был, просто для проверки этого Катар Кейджи. И по всем, ну, не скажу сколько, но где-то, сейчас не помню данные, но почти по всем нам потом пришли ответы, но здесь вопрос как раз таки возник с тем, что надо указывать в письме, потому что по закону о дополучении граждан они обязаны, по закону государство требует от госорганов, чтобы они в письменном виде отправляли ответ. Это не дело в самих сотрудниках госорганов, дело в законе. Но чтобы потом доказать вам, что действительно вам отправили, а не где-то затерялось в почте. То есть это юридическая часть тоже есть этого пульса. И потом по закону по-моему нужно дополнительно просить отправить в электронном варианте. Сейчас знаю, что Кантар по-моему уже обратно не стали пользоваться, но помимо этого обязывали госорганы, чтобы у них был официальный имейл, куда вы должны отправлять. И они поэтому имейлы тоже должны ответить. Сейчас, как я знаю, вот этот Кантар Кейджи сейчас еще перерабатывает его, сейчас смотрят насколько, это обратно же на донорские средства, насколько он эффективен, насколько его нужно поддерживать, нет и так далее, так далее. Кантар Кейджи в 2015 году запускали, я как раз работала в правительстве, на самом деле там много денег не нужно, то есть все письма приходят в отделы писем различных госорганов, и они должны просто отвечать, так же, как на письменные. В 2015 он реально работал, потому что я сама получала по 20-30 писем с отделом, то есть вот это количество писем увеличилось резко, и мы, конечно, были загружены, да, сейчас, если проверить, то они отвечают практически на Кантар Кейджи. Мы Минюсту отправляли запрос четыре раза и письменно, и устно, и не получили ответа о том, сколько у нас СМИ в Кыргызстане, хотя у них этот, как это называется, баннер, баннер о том, что у них есть этот датасет, он висит и не работает, вот, и здесь очень важная роль журналистов и юристов, и просто создавать прецеденты того, что мы судимся потом, за то, что нам не посылают ответов, вот, просто попробуйте, как простой гражданин, вам не ответят, вот, в большинстве своем, и нужно создавать хорошие прецеденты или хорошие статьи о том, что они отвечают, да, и вторая часть это, конечно, лоббировать дальше законодательство, вот, по-моему, в 2015 году и второе законодательство продвинули, по которым количество времени на ответ сократили до двух недель, вот, вот эти все вещи нужно прорабатывать, когда мы катаркейджи сделали, мы приняли закон о том, что запрос по катаркейджи равен письменному запросу, да, эту часть тоже сегодня никто не делает, да, не работает над этим рефору. Да, реплика у меня была просто, если честно, мы пошли дальше, чем Казахстан, да, не будем хвастаться, у нас электронной подписи даже не нужно, в плане картаркейджи, у нас только нужно обязательно родители, фамилия, имя и обратный адрес, все, основные, ну, там есть мелочь, но это основные обязательства, что это указать, а электронной подписи у нас пока не надо, пока не надо, но по закону пока нам нет необходимости в ней. Можно я дополню, хотела ответить как представитель Казахстан, действительно внедрение ID-ключа для обращения через приемную президента или через майгау.уз, портал правительственный, это было внедрено прежде всего для селекции обращений, потому что огромный шквал писем там хочу выйти замуж за богатого мужчину, помогите мне, даже были вот такие вот как бы письма, поэтому их выставляли в фейсбук, анализировали, иногда критически как бы относились к ним, и поэтому сейчас внедрена эта система. Но вы можете обратиться через сайты вот этих вот ведомств, министерств, которые есть форма обратной связи, и в примере Узбекистана наоборот акцентрируется большее внимание на индивидуальные гражданские обращения. Эта практика появилась после внедрения ПМ Голдбург вводит, уходный премьер-министр, то есть президента в почве. И вот именно на гражданские обращения нужно ответить в течение дней, далее, после высылания ответа вам звонят и спрашивают, как бы, довольны ли вы ответом, и также должны записать вашу аудиозапись или скриншот с Телеграмы, что вам ответили, и выставить это как отчет. Вот это очень хорошо как бы зарегулируется. Спасибо. Наталья говорит, не работает. Вопрос еще можно добавить? Да, пожалуйста. Вот хотелось бы уточнить по поводу электронной подписи дополнительно. То есть, в принципе, у нас как бы уже закон вроде о ней давно существует, но на самом деле практически он не функционирует. То есть, закрытие, допустим, вот коллега закрывал ИП, в любом случае даже для закрытия ИП необходимы документы. Хотя, в принципе, основные, допустим, государственные документы и такой документооборот, он именно с подтверждением ратификации подписи, он был еще виден у еще прошлого президента, скажем так, России, то есть Медведева, когда он еще правил, у него на столе было специальное устройство, которое позволяло подписать именно электронным образом. И я не говорю сейчас о IT-коде Круча, а именно о самой подписи. Вот хотелось бы примерно узнать, у нас планируется когда-нибудь сделать нечто подобное и когда у нас будет наконец-то возможно внедрение, полное внедрение электронного ключа для государственных документов, для, скажем так, для государственных документов и подтверждение подписи важных документов. Ну и то же самое для, соответственно, для уровня. и второй вопрос еще по поводу непосредственно получения новых паспортов. То есть новые паспорты уже сделаны, биометрические они уже указаны и все остальное, но банки, как вы знаете, многие банки даже их не принимают, потому что есть несогласование, да, некоторые принимают карты, некоторые не принимают. я уже не говорю о том, что сам процесс получения новых паспортов электронных, биометрических, он тоже заключается в очень большой, скажем так, волоките, хотя в принципе это можно было делать, но уже автоматизировать, сделать это все онлайн. Все, спасибо большое. Не могли бы представить, скажем так, Евгений, международное агентство. Спасибо. Вот это у нас Анна. Ну как раз по поводу биометрических паспортов, если речь идет о Кыргызстане, мы недавно как раз писали статью, то есть, когда внедрялись эти биометрические паспорта, государство, власти, они говорили о том, что жизнь людей станет удобнее, бла-бла-бла. Но на деле получилось так, что у многих госорганов, у многих частных компаний нет ридеров для того, чтобы вообще просто скачать, ой, прочитать информацию, которая зашифрована на чипе. То есть, условно говоря, биометрический паспорт сейчас на нем написано только ваше имя, фамилию, отчество и, кажется, год рождения. Вся остальная информация о семейном положении, об адресе проживания, о национальности, она зашифрована на чипе. И в том числе на этом чипе электронная цифровая подпись. И многие граждане не сталкиваются с проблемами, допустим, они идут оформлять кредит в банк, а у банка нет ридера, и они говорят, ой, принесите нам справку о том, что вы проживаете там-то, там-то, понесите нам справку, что вы женаты, ну, в общем, бред, да? Опять граждан постоянно футболят. Мы, конечно, обратились в госорганы и спросили, почему эта ситуация происходит, на что нам ответили. Ну, вообще-то, эти паспорта были придуманы для того, чтобы люди просто проще пересекали границу, ну, а вторая часть, это не мы виноваты, они сами должны покупать ридеры, у государства нет, как бы, денег всех снабжать, и вот, когда внедрится система Тундук, тогда мы все станем счастливее, но неизвестно, когда она внедрится. Нам сегодня премьер-министр сказал, что она давно уже успешно работает. Нет, у них еще четыре госоргана к этой системе не подключены, соответственно, эта система, она не может всю вот эту базу соединить между собой, ну, и условно говоря, получается, граждане опять, у них есть супер-купер паспорт с супер-купер чипом, который не работает. Добавлю непосредственно, как человек, который этим занимался до этого. На самом деле, проблем вот в выстраивании процесса получения госуслуг очень много, и некоторые из них, к сожалению, из-за как раз недостатка анализа выявляются потом. Например, электронный патент, чтобы получить электронный патент, надо получить код пешком идти в свою дологовую, выстоять, очередь, получить код, а потом ты такой электронный патент получаешь. А соцфонд не выдается электронно. И очень много таких вещей, которые не работают. Но по биометрическому паспорту идея была такая, что через картридер получать вот эти 29 госуслуг, которые доступны на госпорталь. То есть идея была не только пересекать границу, а получать вот эти 29 госуслуг. И картридер, да, но мое личное мнение, что для получения госуслуг ты можешь купить сам себе картридер, если при этом есть доверие у граждан, что они действительно получат качественно эти 29 услуг. Он стоит около 800 сомов, но вы знаете, я как гражданин на эту ситуацию смотрю так, какого чета я должна еще картридер покупать, извините меня. У меня есть общий гражданский паспорт, вот сейчас у меня не биометрический паспорт, а обычная айдишка, и у меня не возникает проблем. Но если бы мне, я пошла в какой-нибудь госорган или банк, и мне сказали понесите справку о том, что вы проживаете там-то, там-то, я бы сказала очень плохие слова. Да, вот проблема в том, чтобы это действительно люди ощутили на себе пользу, тогда они готовы. И бизнес тоже может подстроиться и найти, и предоставить картридер за 200 сомов, за 100 сомов, и так далее. То есть, сама система должна работать. Друзья, большое спасибо. К сожалению, у нас вышло время. мем, мем.